Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную и полезную самоделку из 18-миллиметровой фанеры. Первое, что нам потребуется, это нарезать заготовки. Заготовки у меня шириной 150 миллиметров. Сейчас я отрезал одну заготовку и вторую заготовку по 150 миллиметров. И также нам понадобится одна заготовка шириной 100 миллиметров. После того, как нарежем заготовки, нужно сделать одинаковые квадраты. Из заготовок 150 миллиметров нарезаем 4 квадрата 150 на 150 миллиметров. И из заготовки 100 миллиметров нарезаем также 2 квадрата. У этих двух квадратов срезаем углы. Вот таким вот образом. После этого, конечно же, нужно убрать все заусенцы. Убираю все вручную, наждачкой, чтобы, как говорится, было все красиво. После этого провожу две линии. Первая линия на расстоянии 100 миллиметров и вторая линия на расстоянии 109 миллиметров. Как раз на второй линии, где 109 миллиметров, делаем два отверстия. От края отступаю по 1,5 сантиметра приблизительно и сверлю отверстия. Друзья, ну а работаю я сегодня аккумуляторной дрелью-шуруповертом от компании Miloki. Данный шуруповерт подойдет как для любителя, так и для профессионала. Здесь имеется LED-подсветка и уровень заряда батареи, который находится на самом шуруповерте. Патрон здесь металлический, максимальный диаметр составляет 10 миллиметров. Также имеется 18 ступеней регулировки крутящего момента, плюс сверление. Также имеется систему от перегрева и перегрузки. Шуруповерт питается от батареи 12 вольт 2 ампер часа. Кстати, в комплекте идет два аккумулятора в данном случае и полноценная зарядка. Спасибо за этот инструмент интернет-магазину Папа Карла. Но Папа Карла это не только интернет-магазин, а еще YouTube-канал с независимыми обзорами инструментов. То есть, если вы перейдете на YouTube-канал Папа Карла, вы можете увидеть различные ролики с тестированием инструментов, встречи с представителями брендов, к примеру, представителей из фирмы Metabo, и демонстрации новинок рынка, различные импакты, УШМ, ну и такие известные фирмы, как Z-Trek, Fistool. Так что, все, кто хочет правильно выбрать новый инструмент, рекомендую подписаться на данный канал. А ты знал, что уровень оригинальный, Деволтовский, может падать с полутора метров? Друзья, ну а мы продолжаем, зенкуя отверстия на первой и на второй заготовке, чтобы скрыть наши саморезы. После этого, также на ответной заготовке 150 на 150 миллиметров, просверлил отверстия и собираю их между собой. Скручиваю при помощи саморезов. Саморезы у меня 4 на 50 миллиметров. Затем провожу линию ровно посередине, то есть 150 миллиметров, и прикладываю наш угольник. Сверлю отверстия и также их зенкую. После этого прикручиваю этот уголок. С одной стороны буду прикручивать на два самореза, а с другой стороны буду прикручивать на один саморез. Я думаю, этого будет вполне достаточно. С одной стороны закрепить только на один саморез. После этого нам понадобится рояльная петля. Взял небольшой отрезок. Мне нужно всего лишь 145 миллиметров. И отрезаю все это уши. Затем прикручиваю к одной части нашу петлю. Сначала делаю засверловку. И затем все закрепляю на саморезы. Получается, с одной стороны у меня 3 будет самореза, а с другой 2 самореза. Теперь прикручиваю ответную часть. Некоторые спросят, почему сразу не сделал две заготовки, а затем их сразу соединил между собой петлей. Друзья, так не получится. Петлю так невозможно закрепить. Поэтому собрал сначала одну часть. И теперь уже прикрепляю вот таким вот образом вторую часть. Также здесь скреплю на два самореза и с другой стороны на один саморез. Прикручиваю вот такие мебельные колесики. Стоят они недорого. Будет всего лишь 2 штуки. Кручу их ровно посередине. Ну и все, наша самоделка готова и можно приступать к тестам. А получилась у нас вот такая вот универсальная приспособа, самоделка для перевозки листовых материалов. К примеру, гипсокартона, фанеры. Можно использовать как в мастерской, так же где-то на даче, в квартире. Но опять же хотел сказать, что, конечно, по огороду, по земле будет неудобно. Из-за того, что колесики небольшие и только удобно в помещении. Также хотел сказать, что данную приспособу можно, конечно же, и улучшить. То есть, как видели, здесь я установил маленькие колеса. Можно установить большие колеса поворотные. Тогда можно делать сразу две приспособа, ставить на них фанеру. И за счет того, что колеса поворотные, сразу перевозить всю фанеру на двух этих приспособах. Вот такая получилась приспособа. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok